Ещё один вопрос, Алексей Ильич. Определено ли в православном вероучении точное количество догматов или нет? Если нет, то почему? Дело в том, что вопрос сводится к тому, что считать догматом, а что не считать. Что считать истиной, а что считать, может быть, правилом жизни. Например, обманывать или не обманывать? Это догмат или не догмат христианской веры? Мне кажется, это великий догмат. Честность? Это догмат, конечно. Но если бы тут сидели преподаватели гипотического богословия, они бы на меня обрушились бы тут же. Сказали, он ничего не понимает, а ещё богословно называется, профессор. Считают почему-то, что догматы меняют только вот, что есть один Бог, Он – Троица, что Христос пришёл, пострадал. Верно, это догматы. Но я вам скажу, это всё догматы какие? Вот, умственные. А вот эти догматы, которые непосредственно касаются нашей жизни, быть честным, быть не лукавым, не лицемерить, не обманывать – вот оно. Это тоже догматы, но только какого порядка? Нравственного порядка. Вот. И поэтому, и поэтому, когда говорить число догматов, тут же мы тут же повздорим с коллегами, кто будет называть это догмат, а кто не догмат. Вот и думайте потом. И как считать, когда не сможем договориться о том, что же считать догматом? Вот в чём дело. Поэтому это и ни к чему. Я хочу вам сказать, что вероучение христианское, которое нужно знать каждому человеку, очень и очень небольшое. И только в духовных школах мы проходим эту догматику, Боже мой, чего там только нет. Для обычного верующего человека очень немногое надо знать. Действительно, мы веруем, что есть Бог, веруем, что действительно Бог Троица. Бог Троица. Кстати, великая истина, что, оказывается, Бог – это не монада, замкнутая в самой себе. Нет, а Троица. Поэтому недаром говорят, кто видел любовь, тот видел Троицу. Три. Три – это действительно уже символ единения. Да, Бог – Троица. Почему это открылось только в христианскую эпоху? Потому что иначе мы бы не поняли, кто такой Христос. Очень важно понять, что это Бога – человек. Очень важно понять, что его страдания на кресте – это был не просто какой-то пример мужества, а что они имеют антологическое значение. Так что истин очень много. Таинство – то же самое. Всё. Главное же, что нужно знать человека – это то, что душа видит истину Божию по силе жизни, как говорил Исаак Сирин. Блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят. Посмотрите, в западе к блаженству, в западе даже нет ни одного догмата. А речь идёт о покаянии блаженнищей духом, о милосердии. Представляете, о плаче о грехах, о любви. Вы подумайте, блажаются гонимые, то есть твёрдые в своей вере. И ни одного даже догмата нет. Догмата совсем немного, вот истин надо знать, совсем немного. Главное – жизнь.